Предприниматели, не оформившие интеллектуальную собственность, рискуют не только столкнуться с проблемами копирования, но и серьезно потерять в финансах. Представители якутского бизнес-сообщества обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности в рамках бизнес-форума. Сегодня этот вопрос стоит довольно остро в республике. Большинство компаний пренебрегают регистрацией прав на занятия определенной деятельностью, тем самым рискуя и вовсе потерять место на рынке. И здесь речь идет не только о проблемах нарушения прав обладателя, но и немалых штрафах, которые придется выплатить за свои же разработки. Подробности далее. В современном ритме жизни, в гонке за новыми источниками доходов, одной из главных ценностей в бизнесе становится идея. Однако сегодня мало кто задумывается, что именно она сама по себе может быть монетизирована. Интеллектуальный бизнес уже давно стал частью рынка на Западе и в странах Европы, но в России большинство компаний только начинают учиться извлекать выгоду из идей. Любой результат нашего труда, нашего интеллектуального труда, является неким источником повышения финансовых показателей предприятия. Тут немножко я скажу, что проблема не в том, что мы не занимаемся интеллектуальными разработками, а в том, что мы не извлекаем прибыль от результатов нашей интеллектуальной деятельности. И здесь речь идет не только об этих продуктах, которые принято относить к интеллектуальной собственности, но о любом бизнесе, который имеет свою технологию производства, уникальное название, дизайн и так далее. Чтобы монетизировать эту собственность и защитить ее от копирования, необходимо закрепить за собой право пользования, иными словами, оформить патент. Начинающий предприниматель Наталья Корнилова подала заявку на регистрацию. В случае одобрения ее небольшой бизнес по производству свеч станет единственным законным правообладателем разработанного ею технологии и дизайна. Мы изготовили свечи с национальным колоритом. У нас свечи изготовлены в виде Чарона, в виде КТА и в виде Сергея. Очень много случаев, даже среди моих знакомых предпринимателей, которые все время сталкиваются с копированием бренда, с кражей их идей, скажем так, чтобы всего этого не было, мне важно знать. И в этом случае, если недобросовестный предприниматель, который посягнул на чужую идею, но при этом первый закрепил за ней право, может взыскать с настоящего разработчика штраф до 5 миллионов рублей. Ущерб не только финансовый, но и моральный. Однако закон есть закон. Поэтому специалисты предлагают поддержать региональных производителей и защитить их права. Заниматься не только получением прав на патенте, но и понимать, каким образом извлекать прибыль из того, что мы имеем, и помогать приятелям в части продукционной части и методологической части. Таким образом, сегодня идеи стоят немало неоформленные, еще больше. И, как говорил известный политик Винстон Черчилль, за безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.